8 сентября в России отмечается День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова с французской армией, 1812 год. Бородинская битва – важнейшая битва Отечественной войны, генеральное сражение, данное Кутузовым Наполеону. Русские войска, воюя на своей территории, за короткий срок смогли восстановить численность своих рядов. У Наполеона невосполнимая потеря понесла конница, что в дальнейшем во многом предопределило его поражение. Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Сражение произошло у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. Великая Бородинская битва началась рано утром. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало от 2,5 до 8,5 тысяч человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 года, поскольку сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием Михаила Иларионовича Кутузова, достаточную для победы во всей кампании. В ходе сражения, которое шло от восхода солнца до его заката, атакующая Великая Армия смогла заставить противника в центре и на его левом фланге отступить всего на полтора километра. При этом русские войска сохранили целостность линий фронта и свои коммуникации, отразив немало атак вражеской пехоты и кавалерии, сами при этом отличаясь в контратаках. Контрбатарейная борьба при всей своей ожесточенности и продолжительности не дала преимуществ ни одной из сторон. В руках неприятеля остались главные опорные пункты русских на поле брани – Семеновские флеши и Курганская высота. Но укрепления на них были полностью разрушены, и поэтому Наполеон приказал войскам оставить захваченные укрепления и отойти на исходные позиции. С наступлением темноты на опустевшее Бородинское поле вышли конные казачьи дозоры, которые заняли командное над полем битвы высоты, стерегли действия противника и вражеские дозоры. Французы боялись нападений в ночи казачьей конницы. Русский главнокомандующий был намерен продолжить сражение на другой день, но, получив донесение о страшных потерях, Кутузов приказал главной армии ночью отступить к Можайску. Отход с Бородинского поля проходил организованно в походных колоннах под прикрытием сильного арьергарда. Об уходе противника Наполеон узнал только утром, но пойти сразу в преследование он не решился. В битве гигантов стороны понесли огромные потери, о которых исследователи ведут дискуссии и поныне. Считается, что за 24 по 26 августа русская армия потеряла от 45 до 50 тысяч человек, прежде всего от массированного артиллерийского огня, а великая армия примерно 35 тысяч. Встречаются и другие цифры, тоже оспариваемые, которые нуждаются в известной корректировке. В любом случае потери убитыми, умершими от ран, ранеными и пропавшими без вести, равнялись примерно третьей состава противоборствующих армий. Бородинское поле, к тому же, стало подлинным кладбищем для французской кавалерии. Бородинское сражение в истории называют еще и битвой генералов, из-за больших потерь в высшем командном составе. В русской армии убиты и смертельно ранены 4, ранены и контужены 23 генерала. В Великой армии убиты или умерли от ран 12 генералов, ранены 1 маршал Даву и 38 генералов. Об ожесточенности и бескомпромиссности сражения на Бородинском поле свидетельствует количество взятых в плен. Примерно по 1 тысяче человек и по одному генералу с каждой стороны. Русских примерно 700 человек. И Наполеон, и Кутузов в день Бородина продемонстрировали искусство больших полководцев. Великая армия начала битву с массированных атак, заняв непрерывные схватки за Семеновские флеши и Курганскую высоту. В итоге сражение превратилось во фронтальное столкновение сторон, в котором шансы на успех у атакующей стороны были минимальные. Огромные усилия французов и их союзников в итоге оказались бесполезными. Как бы там ни было, и Наполеон, и Кутузов в своих официальных реляциях о состоявшемся сражении объявили своей победой итог противостояния в день 26 августа. Наполеон позднее писал в мемуарах. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех». Воспоминания Кутузова Баталия 26 числа бывшая была самая кровопролитнейшая из всех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать. Голенищев Кутузов удостоился за Бородино члены генерал-фельдмаршала. Действительно, обе армии проявили на поле Бородина высочайший героизм. После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля из пределов России. Великая же армия Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю свою маневренность и способность побеждать. Москва стала для нее подлинной ловушкой, а отступление из нее превратилось скоро в подлинное бегство с финишной трагедией на Березине. Бородинская битва нашла отражение в русской литературе. Достаточно вспомнить знаменитые строки Михаила Юрьевича Лермонтова. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел. Звучал булат, кортечь визжала, рука бойцов вколоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» отмечал, все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений, испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии, была истощена. Победа нравственная та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель. В Бородинском сражении активное участие принимал Екатеринбургский 37-й пехотный полк под командованием майора Василия Ивановича Богдановича. К 22 августа 1812 года полк занял позиции у деревни Горки на Бородинском поле. 26 августа 1812 года к 14 часам полк занял позиции позади и левее Курганской батареи, где отбивал атаки французов и вновь понес тяжелые потери. Полк был отведен за Горецкий Курган. В этот день полк потерял убитыми два унтер-офицера, 54 солдата, пропали без вести 241 солдат. Среди офицеров убитый поручик Ефимович, прапорщик Тишевский, раненый майор Шильников, поручики Баркалов, Андреев, Бабинцев, Саврасов, подпоручик Филиппов, прапорщик Дегно. За подвиги в Бородинском сражении штабс-капитаны Протеинский, Зайдель, два брата, Бабинцев, подпоручик Филиппов получили золотые шпаги с надписью «За храбрость». Майоры Шильников и Слепцов награждены орденом Святого Владимира II степени. Поручик Бабинцев, подпоручики Горбуз Борозиловский и Грибов произведены следующий чин. Особо были отмечены нижние чины полка. Все они получили по 5 рублей вознаграждения. 75 солдат были награждены Георгиевскими крестами, а портупей прапорщики Греков, Дранишников и Янчуров были произведены в офицерский чин прапорщика. Исключительную награду получил фельдфебель Коровин. Он сразу был произведен в подпоручики. Бородинское сражение не привело к немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменило ход войны. Для успешного завершения ее требовалось время. Чтобы восполнить потери, подготовить резерв, прошло всего около полтора месяца, и русская армия во главе с Кутузовым смогла начать изгнание вражеских сил из России. Ежегодно в первое воскресенье сентября на Бородинском поле, Можайский район Московской области, широко отмечается годовщина Бородинского сражения. Кульминацией праздника является военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинского сражения. На плацтеатре западнее села Бородина. Более тысячи любителей военной истории, своими руками изготовившие обмундирование, снаряжение и вооружение эпохи 1812 года, объединяются в русскую и французскую армии. Они демонстрируют при этом тактику ведения боя, знание военных уставов того времени, владение огнестрельным и холодным оружием. Завершается зрелище парадом военно-исторических клубов и награждение отличившихся в сражении. В этот день на Бородинском поле ежегодно собирается более 100 тысяч человек из России и зарубежных стран, интересующихся военной историей эпохи наполеоновских войн. Спасибо за внимание. Продолжение следует...